Воскресение Я хочу сегодня, перед началом нашего служения, зачитать этот текст, который говорит о заботе Иисуса Христа о своих учениках, чтобы они действительно были теми людьми, которые веруют. 24 стих Евангелия от Иоанна, 20 глава. «В Фомаже один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, то есть когда приходил Иисус Христос. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой, сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженно не видевшие и уверовавшие. Милосердный Отец Небесный, в это утро мы благодарим Тебя за любовь Твою, которую Ты явил нам в Иисусе Христе, нашим Господе. Мы благодарим Тебя, Отец Небесный, за то, что в жизни нашей Ты совершаешь славные дела для того, чтобы мы не были неверующими, но были верующими. Благодарим Тебя, Господь, за дар веры, благодарим Тебя за спасительную веру, благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты ведешь нас. Благослови сегодняшний день, благослови, Господи, служение перед лицом Твоим, даруй славу имени Твоему Святому через каждую душу, которая сегодня собрана во имя Твое. И да прославится Твое имя, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. О, благодать спасем Того, я искучим. Был мед, был мед, и чудом стал живой, Был свет, и вижу свет, Сперва душила сердцу страх, Затем дала покой. Я скотт души и слил слеза, Твой мир течет рекой. Прошел немало, я скотт души и слил слеза, Твой мир течет рекой. Словам, насколько мне верю я, Моя сокремость мил. Он верный щит, Он счастья во всех путях моих. Пройдут десятки тысяч лет, Забудем смерти тень. О Богу так же будем петь, Как в самый первый день. О Богу так же будем петь, Как в самый первый день. Благодати Господней действительно достаточно для каждого дня нашей жизни. И Христос, в свое время, как в жизни Фомы, не просто сыграл важную роль, но Он позаботился о Его бессмертной душе. Для того, чтобы этот человек не остался вне дверей, но чтобы увидел благодать Господню в действии. Так же самое и мы с вами, друзья мои, братья и сестры. Господь заботится о нас настолько, чтобы каждый день Его благодать трудилась в нашей жизни обильно, чтобы в свое время, когда Он явится за своей церковью, мы увидели Его таким, как Он есть. Вдали, вдали, вдали я вижу крест, И вих страдать запретен мне. Он умирает садебес среди проклятий на земле. О, мой Спаситель, о мой Бог, Твою любовь постигнуль я. Ты грешным людям дал чертог, Ты мне сказал, люблю Тебя. О, мой Спаситель, о мой Бог, Твою любовь постигнуль я. О, мой Спаситель, о мой Бог, Твою любовь постигнуль я. О, мой Спаситель, о мой Спаситель, о мой Бог, Твою любовь постигнуль я. Ты грешным людям дал чертог, Ты мне сказал, люблю Тебя. О, мой Спаситель, о мой Спаситель, о мой Спаситель, о мой Бог, Твою любовь постигнуль я. Ты грешным людям дал чертог, Ты мне сказал, люблю Тебя. О, мой Спаситель, о мой Спаситель, о мой Бог, Твою любовь постигнуль я. Ты грешным людям дал чертог, Ты мне сказал, люблю Тебя. Садитесь, пожалуйста, братья и сестры, сейчас перед нами время, когда мы можем сконцентрироваться на заповеди Господа Иисуса Христа. На том, что Спаситель сделал для нас на Голговском кресте, вспоминая Его жертву, вспоминая Его страдания, вспоминая Его подвиг, который Он совершил ради спасения людей. Поэтому, так сосредоточившись мысленно на себе, на своем сердце и на Священном Писании, желаю, чтобы каждый из нас вникнул в себя и в учение. Текст, который я хочу сегодня предложить перед тем, как мы будем исполнять заповеди Иисуса Христа, записан в послании апостола Иоанна. Первое послание, вторая глава, мы будем читать первые и вторые стихи. Знаете, когда мы сейчас вспоминали Пасху Господню, вспоминали Его светлое воскресенье, вспоминали о том, что Христос совершил, что Он победитель, что Он победил власть тьмы и ада. Иоанн был тем, который непосредственно участвовал во всех этих событиях. И Он, когда говорит о своих встречах с Иисусом Христом и описывает в их Евангелии, Он очень так проникновенно говорит о каждой встрече воскресшего Господа Иисуса Христа с людьми. Но вот когда Он пишет послание, уже с перспективы пройденной жизни или прожитой жизни, пишет это послание практически к концу своей жизни, Он хочет наставить своих детей, верующих детей в вере в Господа Иисуса Христа. И посмотрите, как Он обращается к ним, 2 глава, 1, 2 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Знаете, сложно, наверное, прожить день, чтобы не сделать какую-то ошибку. И, наверное, не проходит в нашей жизни ни дня, когда к концу дня, склоняясь на колени перед всемогущим Богом, мы бы так вот с гордостью или, ну, приятно нам, Господи, мы сегодня прожили. И вот Иоанн, когда обращается к детям, он говорит, «Я пишу вам, чтобы вы не согрешали». То есть, другими словами, чтобы вы преднамеренно не стремились к греху. Чтобы вы преднамеренно не планировали делать что-то постыдное перед лицом Господним. Но он говорит, даже если бы это произошло, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. И он обращает внимание на личность Иисуса Христа, обращает внимание на его жизнь, обращает внимание на его сердце. И он говорит о том, что Христос, Он праведник, в Ном не было ни лукалства, ни лжи, ничего того, что могло бы опорочить его жизнь, служение или его личность. И второй стих говорит так. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Здесь Иоанн также использует слово, которое, наверное, мы в своем обиходе не используем. Обыднен. Он говорит об умилостивлении. Я хотел спросить также у вас, когда вы в последний раз в своей обиходной речи говорили, что кто-то для вас стал умилостивлением, или кто-то из ваших домашних, или из друзей, или знакомых, вы говорили, вот умилостивление мое. Правда? Мы не используем это слово. Оно как-то для нас, верующих, оно привычно на слуху, потому что мы цитируем Писание, говорим, что Христос является умилостивлением за грехи наши. Но что это на самом деле означает? Что это на самом деле означает, что Христос стал нашим умилостивлением? Вы знаете, в древности это чуть-чуть по-другому смотрелось. Сейчас, с тысячелетиями после смерти Христа, как-то стирается евангельский язык, к большому сожалению. Люди привыкли заменять эти слова более удобными. Но эти слова, которые записывает Иоанн, передают суть того, что совершил Иисус Христос на Голговском кресте ради моего и твоего спасения. И поэтому это действие очень важно для каждого из нас. Для евреев было понятно. Бог, когда их вывел из египетского рабства, когда Он их вел, Он сказал, чтобы Моисей сделал скинию собрание, чтобы он построил ковчег, чтобы в ковчеге были скрижали. И вы помните, на крышке ковчега были два херувима. И вот завет Господа находился в ковчеге, который был для человека эталоном, как человек должен был поступать. И это был завет Бога с человеком. Но каждый день, каждый день этот завет нарушался. Каждый день этот завет нарушался, потому что закон не оправдывал никого. Он только напоминал человеку о его грехах. И напоминал о том, что есть всемогущий Бог, всемогущий праведный Бог, который свят. И к которому просто грешный человек не может приблизиться. И поэтому один раз в год первосвященник заходил во святое святых и капал кровью на крышку ковчега для того, чтобы умилостивить Бога перед людьми, чтобы Бог не наказывал их. И вот пророчески, пророчески, это было символически жертва Иисуса Христа, который станет умилостивлением за грехи наши. Он является нашим ходатаем. Для нас, братья мои и сестры, у нас есть тот, который нас осуждает, правда? И у нас есть тот, кто оправдывает. Книга Иова, когда говорит об Иове, говорит о том, что пришли сыны Божьи, пришел и кто? Пришел и сатана. Когда откровитель Иоанн говорит об этой личности, он говорит, что он есть клеветник братьев наших, который что делает? Который клевещет на них день и ночь. То есть нету у него ни одного выходного дня. Но вот то, о чем Иоанн говорит, что у нас появился ходатай, который за нас ходатайствует перед лицом Отца нашего Небесного. Иисус Христос праведник. И поэтому Бог, который послал Христа в этот мир, который стал жертвою за грехи сегодня в святых, 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 святых в небесах, он за нас ходатайствует. Если кто-то клевещет, он встает и ходатайствует. И Библия нам говорит, что он стал умилостивлением или примирением, умиротворением Божьего гнева по отношению к людям. Поэтому сегодня, друзья мои, и верующие, и неверующие люди имеют Христа ходатая. Но в вечности будут только те, которые приняли Христа как своего личного Спасителя, который сделался их ходатаем не только на время этой жизни, но и для вечности. Поэтому, когда Иоанн говорит, что дети мои, он настолько с любовью обращается к ним и говорит, я вам пишу, чтобы вы не согрешали. То есть, другими словами, старайтесь жить жизнью, угодной Богу. Но если даже в жизни вашей возрожденных людей случается грех, у нас есть ходатай перед лицом, перед Отцом Иисус Христос праведник. И Он говорит, Он есть умилостивление за грехи наши и не только за наши грехи, но за грехи всего мира. Иоанн говорит, что Христа, Христос и Его жертва, их достаточно для того, чтобы спасти все человечество. У Него достаточно ресурсов и силы, чтобы спасти всех грешников. Но не все грешники покоряются Ему. Не все грешники просят прощения у Него. Друзья мои, вот представьте себе картину. Вот вы соделали какое-то зло и пришли в суд и начали раскаиваться в соделанном. Что этот земной суд сделает? Он вас посадит в тюрьму за соделанное и, может быть, примет во внимание ваши чистосердечные признания и несколько, может быть, лет вам... Но Небесный суд – это единственное... ...и говорит, Господи, я согрешил. ...порываются. Грехи прощаются. Почему? Потому что есть Хадата, есть Тот, Который мы не согрешим за наши с вами грехи. Понимаем благодать, которую дарует нам Христос. Что мы, такие, как есть, приходим к Богу и говорим, Господи, действительно, мы согрешаем, мы грешим, мы несовершенные, мы живем в этом мире. Он, будучи верен и праведен, прощает нас. Поэтому эти знаки, видимые знаки, которые сегодня перед нами, хлеб и вино, которые символизируют страдания Господа нашего Иисуса Христа, Его тело ломимое и кровь пролитую за искупление грехов, они сегодня свидетельствуют нам о том, что Слово Божие – истина. И что Христос и сегодня спасает и совершает спасение в жизни верующего человека. Поэтому я сегодня хочу ободрить вас участвовать в Вечере Господне, чтобы мы стали причастниками Божественного естества, чтобы мы, как тело Иисуса Христа, как Церковь Его, могли еще раз поблагодарить Бога за Его подарок спасения, за то, что Он Сам себя принес в жертву. И несмотря на то, что мы постоянно Он Господен, Он, который закрывает клеветник урона, и за этот грех пострадал. Сейчас время, когда мы можем в молитве обратиться к Богу, будем приносить перед Богом, может быть, какие-то промахи, которые неправильные, может быть, какие-то деяния, чтобы Господь позволил нам участвовать в Его великой заповеди. Помолимся каждым о себе. Аминь. Милосердный Отец Небесный, обращаемся к Тебе во имя Господа нашего Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. За жертву на Голгофском кресте, за пролитую кровь, за тело, которое было ломимым, мы благодарим Тебя, милосердный Господь. Благодарим Тебя, Господь, за то, что, не зверая на Свою славу, на Своё величие, на Свою силу и власть, Ты пришёл в этот мир как человек, стал человеком, был послушным до смерти и смерти на кресте, дабы явить нам спасение в Своём лице. И мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня являешься нашим адвокатом, за то, что Ты являешься нашим ходатаем, за то, что Ты являешься умилостивлением за наши грехи. Господи, помоги нам всегда быть благодарными и помоги нам, Господи, не согрешать. Помоги нам ходить перед лицом Твоим чистоте и святости, исполнять волю Твою во всём и прославлять Твое Святое Имя здесь, на земле, дабы и в вечности присоединиться к Сомну Святых и прославить Тебя нашего вечного Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Я приглашаю братьев, мы сейчас будем совершать молитву над хлебом. Пожалуйста, братья, подойдите. Хочу также напомнить, что право для участия в вечере Господней имеют те братья и сёстры, которые покаялись, заключили с Господом за вечер и святое водное крещение в сознательном возрасте. На сегодняшний день находятся в мире друг с другом и с Господом. Если вы соответствуете этим качествам, тогда благословит вас Господь в участии в вечере Господней. Мы совершим молитву над хлебом. Пожалуйста, братья Николай. Дивный, чудный Господь, и в это утро мы собрались вместе здесь. По Твоей воле, Господи, Ты дал нам это желание, возможность собраться и на этом месте для того, чтобы вспомнить о той цене, которую Ты заплатил за нас. И этот хлеб, который представляет собой тело Твое, ломимое за каждого из нас, Господи, вкушай этот хлеб. Мы становимся едиными с Тобой и друг с другом, Господи, чтобы мы были едины в Тебе, как Ты молил. Ты раздели этот хлеб между нами, чтобы мы были участниками невосуждения и спасения душ нашей, Господи, а Тебе, единому чудному. За сюда будет слава и хвала за этот дивный подвиг, который совершил Ты ради нас, ради нашего спасения. Арилуя Тебе, честь Тебе и поклонение, Отец иный Святой Дух. Аминь. Апостол Павел говорит, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, преломил и сказал, сие из тела Мое за вас ломимые, сие творите в Моем воспоминании. Апостол Павел говорит, апостол Павел говорит, У Креста хочу стоять, созерцать душою, как с долгов и благодать мир течет рекою. У Креста, у Креста честь моя и слава, там спасенье полнота, на блаженство право. У Креста меня нашли благодать и сила, и звезда святой любви. Путь мой озарила, у Креста, у Креста честь моя и слава, там спасенье полнота, на блаженство право. У Креста открылся мне кроткий огнец Божий, Он привлек меня к себе, стал всего дороже. У Креста, у Креста честь моя и слава, там спасенье полнота, на блаженство право. У Креста я буду ждать с верой и надеждой, пока Бог велит принять царство безмятежным. У Креста, у Креста честь моя и слава, там спасенье полнота, на блаженство право. и слава, там спасена, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Благодарю тебя, Господь, за твой подвиг, за то, что ты даровал нам спасение, что ты даровал нам жизнь вечную в Иисусе Христе и через эти символы примет нас благодарность, честь и хвалу, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Учит он, чтобы ты его знал, Чтобы слово его учитал, Чтоб молился, беседовал с ним, Как с отцом небесным своим. Золотым золотым дождем, Светлолет со свысоких небес, Мы увидимся в Санкт-Петербурге, Как тебя он однажды воскрес, Он у тебя за руку возьмёт, Сонний Господом, другом твоим, Сонний песни тебя поведёт, Ты иди, идися за ним. Золотым золотым дождём, Светлолет со свысоких небес, Мы увидимся в Санкт-Петербурге, Как тебя он однажды воскрес, Он у тебя за руку возьмёт, Сонний Господом, другом твоим, Он невестный тебя поведёт, Ты иди, иди,ся за ним. Дорогие братья и сёстры, приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Да. Пасхально ещё царит настроение. Я очень рад, что мы можем ещё раз открыть Священное Писание и заглянуть вот в ту глубину Библии, которая раскрывает нам самого Христа, Его суть, Его внутренность, Его любовь, милосердие, которое Он дарует для каждого своего верующего, для каждого своего ученика. Евангелие от Луки, 24 глава. Вот эти послепасхальные события, которые происходят в жизни у учеников. Большое царит недоумение. Только что Господа сняли со креста, Господа положили во гробе. Есть свидетельство, что Он воскрес, «Но как тяжело нам, людям, всё-таки, не доверять вот нашему человеческому образованию, нашему человеческому опыту, нашему человеческому интеллекту, нашему человеческому, что бы вы ни назвали. Вот это всё суммарно, вот это всё человеческое, вот это всё наше плотское, вот те наши барометры, которые в нашей жизни всегда нам подсказывают. И как тяжело нам все-таки все это отставить и взять уже инструменты веры, и верою видеть абсолютно другие горизонты. Вот здесь вот мне видится, и я думаю, что это, наверное, один из самых лучших отрывков Священного Писания, после того, как Иисус воскрес, Иисус рассказывает о том, что Христос не оставляет учеников в забытие, Он их не оставляет просто так, чтобы они сами по себе потом, в конечном итоге, нашли его в фокусе своего внимания. Он спускается к ним опять и поправляет их. Вот я вместе с вами хотел бы порассуждать, это двое учеников, идущих в Маус, они идут из Иерусалима, и вместе с вами я хотел бы порассуждать над вот этими событиями. Итак, Евангелие от Луки, 24 глава, с 13 стиха, среди учеников замешательства, некоторые остались в Иерусалиме, там Петр до этого был во гробнице, увидел, что пелены лежат, поверил, там же был и Иоанн, Мария, Магдалена и другие женщины уже видели Иисуса Христа, они об этом свидетельствовали, и вот мы находим других учеников, которые не в тесном круге двенадцати, а вы помните, что у Иисуса Христа было несколько таких обширных кругов учеников. Первый, самый узкий был круг, это из трех учеников, это Петр, Иоанн и Иаков, он всегда их брал с собой, либо на гору, либо заводил их вместе в дом Иаиру, когда надо было помолиться над умершей девочкой. Был еще более расширенный круг двенадцати, был еще более расширенный круг семьдесят учеников, которых он посылал, по двое, если вы помните, проповедовать в различные селения, были также, мы знаем, что более и пятисот братьев, помните? Петисот братьев он также явился в одно время на горе. Так что вот эти, один из этих учеников, наверняка, это был вот этот круг из вот этих семидесяти, которые сопровождали Иисуса Христа, которые также являлись учениками, но о них мы не так много знаем, за исключением того, что вот они после воскресения Иисуса Христа, вот в эти пасхальные события, опустив крылья веры, наверняка возвращаются к себе домой, видя вот это все графически, видя это все окровавленное, ужасное, похоронное, у них опустились руки веры, у них опустились крылья веры. И вот в тот день, тринадцатый стих, в тот день двое из них, учеников, шли в селение, называемое Эмаус, и разговаривали о своих событиях, о которых они между собой, и сам Иисус, приближившись с ними. Вот как приятно видеть, он никогда нас не оставляет. Вот здесь колеблющиеся, абсолютно не то направление, которое им было в Иерусалиме. Они должны были быть там, где эпицентры увидели, что все они разворачиваются и идут, скорее всего, что свой собственный городок, или же по направлению возвращаются. Посмотрите, интересно еще в событиях, они не говорят о личности, они говорят о событиях, о суете, которая царила вокруг. Вот это все, которое затмевало главную суть, главную личность, что произошло фактически поворотом всей Вселенной. Эта личность перевернула все, а не просто события, которые происходили в Иерусалиме. Но как легко нам, людям, вот в этой суете увидеть события, увидеть, вот по-английски нам написано, events, которые проходили, которые, вещи, которые вокруг нас отвлекают нас от самого главного. Главное – это личность Христа, главное – это Его победа над смертью. Но события захлестнули все, и они разговаривали, и рассуждали между собой. И они даже не заметили, как сам Иисус, приблизившись, пошел вместе с ними. Вот как у нас здесь есть хайвэи, и в эти хайвэи вливаются другие фриуэи. Вот своего рода вот так же путник где-то издалека подходил мимо, и вдруг их дороги сошлись. Но настолько они были поглощены своим собственным переживанием, и вот этими событиями, которые их захлестнули, что вместе с ними по дороге шел сам Бог. Сам Иисус Христос, приблизившись, пошел с ними. Итак, первое, что хотелось бы подчеркнуть из этих первых трех стихов – это то, что даже ученики Иисуса Христа, если не имеют Христа в фокусе своего внимания, даже они могут идти в неверном направлении. И мы знаем, что они шли абсолютно в не том направлении. Христос им не заповедовал разойтись по домам, Он их не просил оставлять в Иерусалим. После всего, когда Христа из фокуса их внимания, даже ученики Христа, мы даже не говорим о неверующих людям, даже ученики Христа могут идти в неверном направлении. Первые три стиха, с 13 по 15. Следующие, посмотрите, три стиха, если можно их высветить вместе, с 16 по 18 стихи. Следующие три стиха открывают нам еще одну грань того, что происходило здесь. «Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его». Он же сказал им, о чем это вы, едя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» Опять же, то же самое. Все, что мы здесь видим, это Христос спрашивает, о чем это вы говорите? И о каких это событиях? От чего вы печальны? Вот эта вся суета и все, что затмило их жизнь, оно фактически родило в них печаль. Иисус это сразу подметил. И Иисус сразу подметил, что они говорят не о личности, а говорят о событиях, о чем это вы, едя, рассуждаете. Здесь написано, что глаза их в первом стихе были удержаны. Я думаю, это не столько Божье провидение, которое заставило их удержать. Я думаю, что они настолько были поглощены суетой, настолько поглощены событиями, что они не смогли распознать идущего вместе с Ними. Были уже свидетельства. Господь жив, Он явился женщинам. Христос жив, и вот эта атмосфера, она уже стала, вот это событие, это событие, суета, вот это графическое распятие, графическое погребение, все это настолько давило их, что я даже думаю, что этот путник, который вместе с ними пошел, они, возможно, даже не смотрели ему в лицо, они даже не смотрели ему в глаза. Они рассуждали о всех сих событиях, глаза их были удержаны, они его не узнали, и они дальше продолжали идти. Одним из них, ученик Клеопа, сказал ему в ответ, из прохожих, которые к нам заходят в Иерусалим на поклонение, неужели ты один из тех, которые даже и не, и не знаешь о происшедшем в Иерусалиме в эти дни? Фактически они Богу такой дали, не знаю, не ответ, а такой вопрос, неужели ты один из этих прохожих? Неужели ты один из этих пилигримов, которые только наполняют наш город на праздники и потом возвращаются? Неужели ты один из этих верующих, которые в наш город приходят только на поклонение, на Пасху и на Суккот? Неужели ты не слышал? Неужели ты не знаешь? И здесь надо дать Господу должное, его терпению, как он работает с нами. Христос так нежно спрашивает. Неужели ты не слышал? Вот эти все события, которые произошли в эти дни в Иерусалиме, неужели ты один из этих? И Господь нежно в следующем стихе говорит. Опять же, заметьте, ни о ком. У всех внимания должен был Христос, но они рассуждали о всем. Подмечают, о чем вы говорите. Вот эти верхние стихи по 18 стихи говорят нам о том, что ученики, которые и Христа во внимании своего сердца, могут также узнать посещение Иисуса Христа. первое, мы сказали, что ученики, не имеющие Христа в своем зоре, могут идти в неверном направлении. Это первые три стиха. Следующие три стиха, с 16 по 18 говорят нам о том, что если не держать Господа в фокусе своего внимания, в фокусе своего сердца, то мы можем не узнать времени посещения Господа, когда Господь посетил нашу семью, когда Господь посетил наше сердце, когда Он особенно говорил нам, когда Он открывал свою волю в нашей жизни, не имея Христа. Говоря программа, говоря о чем угодно, но не о Христе как Личности, происходит такое в жизни. Вот это происходило в жизни учеников. Они не узнали времени, когда Христос, приблизившись, пошел вместе с ними. Следующий, 19 стих. Он им сказал, о чем вы говорите. Они сказали ему, что было с Иисусом Назаряниным, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом. Давайте здесь остановимся. Разве это все? Разве все, что вы можете описать Иисуса Христа, Его многогранное служение, что Он был пророком? Мусульмане говорят, что Он был пророком. Другие религии скажут, что Он был добрым учителем, благим учителем. Сказать, что Он пророком, это ничего не сказать о Христе. Что Он был сильным в деле и слове, это хорошо. Все, что Он говорил, Он подтверждал делами. Все, что Он делал, Он подтверждал и об этом проповедовал. То есть Христос никогда не проповедовал о чем-то таком, что Он не практиковал в своей жизни. И каждое свое слово было закреплено еще и делом. Это прекрасно, но это может упражнять каждый верующий человек. Это не описание Иисуса Христа, что Он был пророком, Он был сильным в деле и слове перед Богом и перед людьми. Фактически, фактически, это можно сказать даже и не полноценность. фактично нашего Господа, нашего Спасителя, Он был сильным в деле и слове перед Богом всем народом. Как предали Его перед освященники и начальники наши для осуждения на смерть, как распяли Его. И следующий стих. А мы надеялись было, а в нас гнездилась эта вера. Мы-то думали, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, освободить от этого римского гнета, дать нам всем посты премьер-министров, разделить двенадцать колен восстановить. У нас двенадцать учеников. И какое бы славное было бы царство, какой бы славный был бы возврат к Богу. Но совсем тем, уже третий день ныне, как это все произошло, некоторые женщины из наших, то есть это не чужие женщины, это наши проверенные сестры, они нас изумили, они были рано у гроба, не нашли тело Его, пришедшие сказывали, что они видели, которые говорят, что Он жив. Вот такой вот набор. Видите, просто внутри все кипит. Они не могут это все разложить по полочкам. Они понимают, что есть свидетельства. И они понимают, что женщины как бы наши сестры. Им можно было бы поверить. И братья были у гроба, и тоже что-то там видели. Но все это настолько непонятно. Сердце гнездится, что они даже не могут понять Писание. Все, что сказал Христос о себе. И то, что Он заповедовал, и как Ему нужно будет воскреснуть. Все, Писание перед ними фактически сейчас было разрушено. И только фрагментально, какими-то кусочками что-то всплывало, и они никак не могли собрать это все воедино. Поэтому третье. Люди, которые теряют из фокуса Христа, в фокусе своей жизни, если не сконцентрироваться на личности Христа, даже верующие, даже ученики Господа Иисуса Христа могут неправильно понимать Писание. Могут неправильно толковать Писание. Вот здесь налицо, что ученики Иисуса Христа, убегающие, можно сказать, бегущие из Иерусалима, возвращаясь из каждой к своим собственным делам, даже и Писание неправильно теперь трактует. Он был сильный в слове и сильный в деле человеком, пророком, перед Богом и всем народом. Итак, вот эти три вещи. Мы дошли до того момента, когда Христос выдержанно все это слушал, пытался найти какие-то общие точечения, и понял то, что они идут в первое, не в правильном направлении. Второе, то, что они не узнали посещение своего Господа. И третье, что они не понимают Писание, или неправильно трактуют Писание. Итак, с 25 стиха. Христос теперь берет все это направление и ввозье правление этой всей ситуации в свои руки. Как мы благодарны должны быть Господу, что в процессе нашего спасения Господь оказал первостепенную роль, не так ли? Он приходит в нашу жизнь. Это Он, который находит нас, а не мы ищем Его, не так ли? Это Он находит заблудшую овечку. Это Он протягивает руку, принимает нас в свой дом. И здесь Господь меняет всю эту ситуацию, берет все под свой контроль. И теперь посмотрите, как Он отвечает на три проблемы учеников. Они идут в неверном направлении, они не узнают Его, и они неправильно так трактуют Священное Писание. Христос открывается им здесь и делает с этими идущими в другом направлении учениками. Тогда Он сказал им, о несмысленной и медленной и медленной и медленной. Он говорит, что все предсказывали пророки, все обо мне было предсказано. Неужели вы не читали? Неужели вы не помните мои слова? Я же все это вам предсказал. Я разложил вам все по полочкам. И ученикам, которые только что неправильно трактовали Священное Писание, Господь Сам открывает и объясняет. Вот, что нужно было Христу. Вот, что было сказано о Нем в пророках. Посмотрите, как Он красиво здесь объясняет ученикам. И сказал Ему несмысленным и медлительным сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? Это все было предначертано. Христос должен был раскрыться, и Христос должен был прославиться, и должен был войти в Свою славу. 27. И начав от Моисея, начав от закона Моисеева, из всех пророков изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании. В этом одном стихе слово «все» повторяется три раза. И всех пророков изъяснил им все сказанное о Нем во всем Писании. Представляете, какая была бы эта монументальная проповедь. Ее можно было бы просто записывать на любых фотокарточках, везде ставить в наших домах. Но угодно было Духу Святому, чтобы это не осталось на страницах Священного Писания. Но сам Христос, сколько у Него было времени, Он разъяснил ученикам красной нитью, как вопрос спасения, и как вопрос прихода Христа на эту землю, и как Его смерть, и как Его воскресение повлияло на всю человеческую историю. Он сшил весь Ветхий Завет и перешел к событиям, которые только что произошли. И начав от Моисея и всех пророков, Он изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании. Итак, ученики, которые не понимают Писание, неправильно даже могут сформулировать, кто есть Христос в твоей жизни. Пророк сильный в слове и сильный в деле перед Богом и всем народом. Это все, что они могли сказать о Христе. И Он рассказывает, кто есть Христос. Во всем Писании, начиная от Моисея через все пророки. Итак, первое, Христос объясняет ученикам Писание и раскрывает им свое Писание. Вы помните, когда до того, как мы пришли к Богу, мы читали Библию, и это был своего рода набор слов. Не было просветления от Бога, не было просветления от Духа Святого, чтобы понимать Писание. И вдруг Господь это раскрывает, и мы теперь видим совсем по-другому. Я это читал, я ничего не мог понять. Сейчас Бог отвечает на мои вопросы, отвечает на мои нужды. Я вижу, как каждый день в моей жизни Бог открывается по-другому. Теперь я глазами веры изучаю Священное Писание. Теперь я совсем по-другому могу видеть Иисуса Христа. Итак, первое. Христос сам открывает Писание для учеников. Следующее, несколько стихов. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И Он, Иисус, показал им вид, что хочет идти далее. Это тоже еще одна характеристика нашего Бога. Он никогда нас не оставляет на пути. Вот в том состоянии, которое у нас сейчас есть. Он всегда готов с нами идти еще дальше. Вот мы сами по себе хотели бы и думаем, вот Господи, Ты дал бы мне вот этого достичь, вот дал бы мне вот этого духовного роста, вот дал бы мне съездить в миссионерскую поездку, вот дал бы мне жениться, вот дал бы мне детей, вот дал бы мне духовных вот таких вот вершин. Но Господь всегда в нашей жизни готов нам дать намного больше. Потому что Он смотрит на нас, и мы как дети. Мои девочки начали заниматься на фортепиано. И я думаю, я уверен в их маленьких сердечках, вот если бы я вот это сложное произведение, как моя сестра смогла бы выучить, вот это был бы для меня хороший идеал. А родители и учителя всегда говорят, нет, мы и это достигнем, и пойдем еще больше, и ты будешь еще лучше играть, и еще больше, и еще более длинные произведения. Вот точно так же в нашей жизни мы готовы идти вот до определенного рубежа, потому что это то, что мы видим на сегодняшний момент, но Господь нас поднимает и показывает, что Он готов с нами идти еще дальше. Но они удерживали Его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и Он вошел и остался с ними. И когда Он возлежал с ними, то Он взял хлеб и, благословив, преломил и подал им. Своего рода это такое, можно сказать, даже наподобие что-то произошло, как преломление. Это была своего рода обыкновенная трапеза, но именно в этой трапезе, именно в преломлении этого хлеба вдруг происходит раскрытие глаз у этих учеников. 31 стих. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его, и Он стал невидим для них. Еще одна характеристика нашего Бога. Вот пока наша вера не заработала, пока вот этот организм духовный, пока вот этот внутренний духовный человек еще не встал на свои духовные ноги, Господь будет использовать, ну, различного рода ситуации, будет различного рода использовать людей, все для того, чтобы поднять на ноги. Но как только человек открывает свое сердце, как только Бог заполняет это сердце, и внутри зажегся огонь любви к Богу, Господь становится невидим. Не потому, что его нету, а потому, что сейчас нужно упражнять свои духовные новые мышцы. Вот этот духовный человек, он не мог стоять. Он уже был настолько загнан этой жизнью, этими событиями, он не питался словом, он был духовный дистрофик. И сейчас его поставили на ноги, вдохнули в него жизнь. И когда зажглось это сердце, когда зажглось вот это принятие Бога, когда зажглась эта любовь к Богу, любовь к Священному Писанию, вдруг Господь становится невидим. Он наполняет, Он с нами, но Он уже зашел в сердце. Он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил с нами по дороге, и когда изъяснял нам Писание. Они посмотрели друг на друга и поняли это духовное прозрение. И посмотрите, те ученики, которые не узнали Иисуса Христа буквально несколько часов назад, когда они шли, и они шли в неверном направлении, и они не узнали Иисуса Христа, присоединившегося к ним, вдруг глаза их были открыты, и они узнали Иисуса Христа в преломлении хлеба. Я думаю, что каждый раз, когда у нас происходят подобные события, когда мы преломляем хлеб, и когда мы причащаемся через вот эти символы хлеба и вина, через его тело и через его кровь, я думаю, что в такие моменты еще ближе мы более чуткие становимся к его голосу, еще более чуткими становимся к Священному Писанию, понимаем намного больше, потому что это напоминает нам, эти символы напоминают нам о цене, о любви, о прощении, о милости, о святости, о том, что нам нужно жить теперь в другой победоносной жизни. Итак, второе. Те ученики, которые не узнали его буквально несколько часов тому назад, теперь имеют духовное прозрение. Из 33 стиха. Те ученики, которые шли в абсолютно другом направлении, посмотрите, какое решение они принимают в своей жизни. И вставши в тот же час, 33 стих, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказали о прошедшем с ним на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Шли в Имаус в абсолютно другом направлении. Новые свои планы уже строили. Похранили Иисуса Христа. Не верили этим свидетельствам. Уже все, жизнь пошла на перекосы. Будем вместе со Христом буквально торжественно ходить в Иерусалим и делить эти посты премьер-министров. И они совершенно в другом направлении шли. И теперь не надо их было учить. Ничего не надо их было толкать. Они сами поняли, где они должны были быть. И они, развернувши, невзирая на то, что это уже была ночь, невзирая на то, что это было темно, невзирая на то, что это уже было опасно возвращаться обратно в Иерусалим. В крыльях веры полетели в Иерусалим. И вот так вот делает с нами Господь, когда мы к Нему приближаемся, когда в фокусе нашего внимания, в нашего сердца Господь Иисус Христа правильное направление в жизни. Те, которые не имели правильное направление, те, которые не знали Иисуса Христа, те, которые неправильно трактовали Священное Писание на все три эти Господь ответил. Он объяснил им все о себе из Писания, Он открыл им духовные глаза, и Он вернул их в нужное направление. Они вернулись и нашли учеников и всех и видящие, какие чудесные дела Господь сотворил между ними. И тогда они стали свидетельствовать. Я уже прочитаю несколько здесь стихов, которые напомнят нам, что происходило в те дни. Когда они Иисус стал посреди их и сказал им «Мир вам!» Это те двое пришли в Иерусалим, нашли учеников и все, которые окружали их, те женщины и другая Мария и те, которые там находились опять же в горнице, уже к этому ржаву и встречается Иисус Христос и говорит «Мир вам! Шалом!» Они, смутившись, испугавшись, подумали опять, что видят Духа, потому что, помните, ученики еще не видели Иисуса Христа. Ученики испугались, думали, что видят Духа, но Он сказал им, что смущаетесь, для чего такие мысли входят в ваше сердце? Посмотрите на руки мои, посмотрите на ноги мои, это Я Сам. Осижите Меня, рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите Меня. То есть, другими словами, Он зашел под замками все находящимися, прошел сквозь, показывая, что вот оно, прославленное тело, которое может проходить пространство, проходить через время, может видоизменяться, оно прославленное тело, но на этом прославленном теле остались шрамы. Вот это уникальность того, что сотворил для нас Господь. Мы как-то недавно говорили о том, что когда Иоанн увидел Агнца, как бы закланного, он увидел и пал, а никто не мог открыть эту книгу за семью печатями, только Агнец, но Агнец был как бы закланный. Это человеческое поругание, вот эти гвозди от гвоздей на руках и на ногах, Печатание о том, что в прославленном царстве Его, в прославленное тело Его мы все будем наслаждаться и мы все будем с Господом прославлять Его. И наше единственное дело рук человеческих, которое мы возьмем туда, на небо, это будет Его, это будут раны. мы ничего не можем взять на небо с вами, абсолютно ничего, только наши бессмертные души, это от нас не зависит, потому что наши бессмертные души придут вместе с нами после смерти. но единственное дело рук человеческих, которые будут на небе, это не небоскребы, это не какие-то труды, написанные великими людьми, это будут раны нашего Господа, на Его прославленном теле. И это должно нас вести вот это самое дух поклонения. Я думаю, что нам будет, когда мы придем перед Господом, очень неловко, потому что мы будем осознавать свою собственную... Мы будем осознавать свою собственную никчемность, и мы будем осознавать, что мы не заслужили неба. Я думаю, что спонтанное поклонение будет настолько естественно, что вот точно так же, как мы читаем и слышали о этих херувимов и ангелов, которые находятся в постоянном поклонении, они находятся в постоянном возвышенных чувствах, потому что они находятся в присутствии Бога. И когда наша бессмертная душа предстанет перед Ним, и когда мы еще увидим доказательства уже нашими собственными духовными глазами, что мы, будучи на этой земле, ничего из себя не представляли, и Он пришел ради нас, искупил нас из этого земного муравейника, для того, чтобы сделать нас наследниками того, что Он приготовил для нас, я думаю, что все, что от нас будет вырываться, это песни хвалы, песни прославления, песнь величия, насколько велик наш Бог. Написано, что все дела сгорят на этой земле, мы ничего не возьмем, но напоминание о Его ранах останется с нами, но это будет также и знаком радости, точно так же, когда мы приходим к этим знакам, и это для нас очень скорбно, это для нас очень тяжело осознавать, но в то же самое время то, что было для нас печалью, превращается в нашу радость, потому что через эти знаки мы имеем искупление, и мы напоминаем друг другу, и мы радуемся в этом, мы поздравляем друг друга, что мы дети Божьи, и что перед нами небо, и мы увидим Господа, и мы будем вместе с Ним вечерить, и перед нами открывается небо, вот точно так же с Его ранами, они нас сначала испугают, они, наверное, сначала нас поставят, заставят нас врасплох, но эти раны будут напоминать нам и даровать, и даруют нам большую радость от того, что Господь для нас сделал большой подвиг, не просто большой подвиг, от Сыной, собственной жизнью, искупил нас и даровал нам небо. Посмотрите на руки мои и на ноги мои, говорит Иисус, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И когда это было мало, Он сказал им, Он показал им руки и ноги, и когда они от радости еще не верили и дивились, сначала в страшном испуге, потом уже эти раны им радость подарили, и они не верили и дивились, Он сказал им, если у вас здесь какая пища, они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и взяв, ел перед ними и сказал им, вот то, о чем я говорил вам, еще бы с вами, что належит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и во всех пророках и в псалмах, тогда отверз им ум к уразумению Писания. И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу, воскреснуть из мертвых в третий день и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах. Вот самая главная цель. Самая главная цель Иисуса Христа прихода на эту землю покаяния человеческой души. Чтобы имя Его провозглашено было во всех народах, начиная с Юрусалима. Вы здесь, мои ученики, в эпицентре событий. На этом разделилась история. Все, что до этого события произошло, это было до Христа. Это было до нашей эры. С этим событием начинается новая эра. Потому что сам Господь Иисус Христос искупил человечество. «Я пошел обетование отца моего за вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь с силою свыше и выше и вывед их вон из города. И подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали в храме, прославляя и благословляя Бога». Вы помните ваш момент покаяния? Сколько было радости, сколько было возвышенных чувств. Почему? Потому что Бог, наполняющий сердце, меняет абсолютно все. И направление, и понимание Священного Писания и возвращает нас в правильное русло, в правильное направление. В нас горит сердце. Сердце, которое готово сейчас видеть Библию совсем по-другому. Сердце, которое готово слушать Его голос. Сердце, которое готово исполнять Его волю каждый день в нашей жизни. Вот это произошло в учениках. Я думаю, что настоящее покаяние у них было только тогда, когда уже Христос воскрес. Они были учениками, они ходили вместе с них, но Он никогда не давил их как личности для того, чтобы вырвать из них покаяние. Они были уже взрослыми мужчинами, которые выросли в юдаизме, которые все понимали, ходили на праздники поклонения, но они не знали, как молиться. Молиться, как ты молишься, так никто не молится. Научи нас молиться, научи нас поклонения, научи нас, как говорить о тебе правильно. Ты как-то по-особенному, по-другому все в священном Писании. И по-настоящему они стали истинными его детьми, когда они уже получили силу, когда они открылись у них глаза, когда они поняли, что все, что было сказано у них, что было сказано, что они исполнились, и теперь у них была сила Святого Духа, наполняющего их сердца, для того, чтобы могли это все исполнить для Бога. А задача стояла невероятная. Задача стояла проповедовать Евангелие в покаянии всем народам, начиная от Иерусалима и до края земли. Как 12, но пусть даже их было больше. Как они могли перевернуть весь на то время известный мир? И через 300 лет эта вся Римская империя падше становится полностью христианской. Не все, естественно, были христианами, но настолько продвинулось христианство, что в каждом селении, в каждом городе, в каждой казарме, в каждом порту были христиане. Господь даровал такую силу, Господь даровал такую возможность для учеников, для того, чтобы Его Слово, Его Дело, Его Сила, Его Милость, Его Благость распространились во всех народах. Господь милости сегодня также и к нам. Может быть, некоторые из нас, подобно как те ученики, которые шли в неверном направлении, не понимали Священное Писание, не могли увидеть Господа в своей жизни, а Господь заботится и ведет нас каждый день в нашей жизни. Сегодня прекрасный день, мы еще в пасхальном настроении, осознаем, осознаем, что Господь сделал для нас и как важно, чтобы мы могли не... когда Господь говорит нашему сердцу, чтобы мы могли открыть свое сердце для Него. Он изменяет нас, Он дарует нам новые горизонты, Он поднимает нас намного выше того, чем мы думаем и видим, и думаем о себе. Господь, самое главное, дарует нам новое сердце. И это новое сердце, оно способно Его слышать, способно идти за Ним, способно понимать, изучать, любить Священное Писание. Пусть Господь нам в этом поможет, пусть Господь благословит нас, поможет нам быть Его истинными учениками. Аминь. Давайте мы помолимся. Пусть Господь Пусть Господь Пусть Господь Пусть Господи Аминь. 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 Отец Небесный, мы так благодарны Тебе за Иисуса Христа нашего Господа, за любовь, которую Ты излил для нас в Нем. Благодарим Тебя, что Он, претерпев крест, и действительно, как сегодня мы молились и рассуждали, был ликово обезображен через эту победу на кресте, Ты даровал нам искупление и прощение. Как благодарны мы, что мы усыновлены в Твою семью, как благодарны мы Тебе, что Ты держишь нас в своей руке, и никто не имеет права и не может похитить нас из Твоей руки. Благодарны Тебе, что всякий, кто прикасается к нам, Твоим детям, прикасается к Твоему оку, и Ты бережешь своих детей, и Ты заботишься, и Ты ведешь, и Ты поднимаешь, и окрыляешь нас, но нам хочется идти в небо и жаждать этой встречи с Тобой. Пока Ты подарил нам эту временную школу на земле, помоги нам ее так прожить, чтобы мы осознавали, что мы здесь временные. Осознавай то, что мы живем для неба, что мы созданы для неба, и что Ты возвращаешь нам небо, утерянное, потерянный рай. Благодарю Тебя, что через Господа и Спасителя мы имеем все эти обетования. Благодарим Тебя за Твое Слово, которое на нашем языке может объяснять нам небесное, объяснять Твой характер, объяснять нам Твою любовь. И мы благодарны Тебе, что Ты позаботился о том, что оставить нам Свое Слово, которое руководило бы нами весь этот процесс нашей временной жизни на земле. Благодарны Тебе, что Ты вознес Слово Твое выше Твоего имени. Это непонятно, это недоступно нам, как Ты мог это Слово, которое мы держим в своих руках, превознести выше Твоего собственного имени. Но именно так учит Священное Писание, что Ты оставил его нам для того, чтобы мы ценили и осознавали, что Твое Слово поведет нас, не оставит нас, направит нас и приведет нас к отчизне. Благодарим Тебя за Иисуса Христа, за Его смерть, за Его победу, за Его воскресенье, за все, что Он сделал для нас, Господи, быв смиренным и послушным Тебе, Отец Небесный. Благодарны Тебе и помоги нам, чтобы наша жизнь также отражала Твой образ, чтобы мы стремились к отчизне, чтобы мы стремились к небесам и сделали это целью нашей жизни. Возвеличься и прославься в нашей жизни, Отец и Дух Святой. Аминь. Больше благословения нету, чем сознание того, что Христос всегда с нами рядом, что Христос в нашем сердце. Сейчас перед нами материальное служение. Если Господь располагает ваши сердца поучаствовать в жизни поместной церкви, да благословит вас Господь и благословит ваше участие в материальном служении. Приглашаю группу общего пения. Пожалуйста, братья и сестры, мы вместе споем и поучаствуем в этом служении. Субтитры подогнал «Симон» 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 Своей супругой. Долго молился, получил ответ, и сейчас, в общем, настал тот славный день. Или настает. Хорошо. Есть еще молитвенные нужды? Пожалуйста, скажите, мы помолимся. Да. Конечно, конечно. У меня больше лет тому назад сын был веселен раз. Но не возможно, я хочу сказать, что Бог будет великим и благодарен всем, что Бог делает, что нас знает. И это дата вот сегодня, как и вовремя, 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 и вовремя. В дальнейшем вашего сына Леня, его, по-моему, зовут Леня. Хорошо, да. Слава Богу, что...